В регионе продолжается борьба с нерадивыми управляющими компаниями. Сегодня под раздачу попала одна из таких организаций в городе Щекино, которая не могла больше года сделать ремонт в подъезде после короткого замыкания и пожара. Об этой проблеме жители лично рассказали главе региона Алексею Дюмину. Кстати, Щекинский район лидер по обращениям граждан к временно исполняющему обязанности губернатора. В суть этих жалоб вникал наш корреспондент Виталий Моторин. Этот радикально черный цвет имеют потолки в подъезде одного из Щекинских жилых домов. Он пережил пожар, а жители, добиваясь его ремонта, теперь переживают эпопею, известную каждому, кто хоть раз писал письмо в управляющую компанию. Ужасное состояние. Все черное. Уже сами тут и стены мыли, и скоблили эти вот перила. Управляющая компания ничего не делает. Занималась раза два отписками и все. С момента возгорания злосчастного электрощита, который испалил весь подъезд, прошел без малого год. Ну, это не подъезд, это беда. Это беда. До главы региона жители дошли уже после того, как обили пороги управляющих компаний и администрации, так и не получив никакого ответа. Здесь вот провода срезали. Мы практически сейчас вот на времянке, понимаете, времянку нам сделали. После этого было два раза уже. Свет пропадал. Олег Антосович, сделаем. Нет, послушай, ну это надо было сделать сразу же, надо было сделать. Я понимаю, ладно, хорошо, месяц я понимаю, два месяца я понимаю, но когда уже год люди живут, ну это вполне, что это беспредельная история. Мы с вами наводим порядок в сфере ЖКХ, а у нас под носом творятся такие вещи. А на выходе из этого подъезда Алексея Дюмина уже ждали жители окрестных домов, по которым быстро распространился слух о визите главы региона. Коммунальных проблем и в них хоть отбавляй. У нас нет батареи в подъезде, подвал течет. Управляющая компания работает плохо. Ремонт не делается. 35 лет в подъезде грязи, как на улице. О таком рассказать могут не только жители этого подъезда, этих пятиэтажек и этого конкретного города. Проблема недобросовестных УК характерна для всей Тульской области. И наводить порядок нужно комплексно. Именно с этого вопроса Алексей Дюмин начал свою рабочую встречу с населением Щекинского района. Там очень много людей, которых, скажем так, ну другим словом и не зовешь, в принципе, стесняться его нечего. Там жильковатые ребята встречаются, которые делают из этого бизнес, потом с этого бизнеса соскакивают, меняют галочку, меняют буквы, создают новую управляющую компанию, снова собирают деньги, снова банкротятся, а хозяева отдыхают на курортах на каких-нибудь. Поэтому в этой сфере будем наводить порядок и в этой сфере в ближайшее время тоже будут громкие уголовные дела, я надеюсь. Потому что у нас есть такая категория людей, мошенников. По этому конкретному случаю Алексей Дюмин поручил разобраться в кратчайшие сроки. Впрочем, слышать жителей, управляющие компанией обязаны и без подобных нагоняев от главы региона. Отличить тех коммунальщиков, кто работает хорошо, от тех, кто плохо, призван рейтинг УК, уже созданный в Тульской области. И когда он заработает в полную силу, те, кто в течение года не может починить аварийный подъезд, вряд ли будут на первых его строчках. Виталий Моторин и Сергей Куренков. Вести Тула. Отмечу, каждую жалобу Алексей Дюмин обещал рассмотреть отдельно. Для этого уже 4 июля в Щекино приедут министры здравоохранения, транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, а также руководители полиции региона. И о ЧП в Туле сегодня утро.